Субтитры создавал DimaTorzok и Доктор Ватсон. Холмс сразу отметил характерное для случаев отравления положение тела. Возле стола в деревянном кресле сидел в поникшей позе хозяин дома, наклонив голову к левому плечу и улыбаясь этой ужасной непостижимой улыбкой. Он был холодный и уже окоченел. Он был мертв, по-видимому, уже несколько часов. Я обратил внимание, что не только его лицо было искажено гримасой, но руки и ноги были вывернуты и скрючены самым непотребным образом. Это значит, что здесь произошло убийство. Ватсон, взгляните. Это похоже на шип какого-то растения. А это и есть шип Кориоры, элементарный овенцин, выньте его. Осторожно, он отравлен. Позднее антропологические знания позволили Холмсу предположить, что убийца был родом с Андаманских островов и выпускал отравленные ядом шипы из духовой трубки. Он не ошибся. Об этом деле Артур Конан Дойл рассказал в повести «Знак четырех». Наука о ядах и противоядиях во времена Холмса делала первые шаги и искала методы обнаружения смертельных веществ. В 1920 году у стареющего Шарлока Холмса появился конкурент. Сыщик Бергейтс, Эркюль Пуаро, герой первого детективного романа молодой писательницы Агаты Кристи. Она напишет больше 60 романов, множество рассказов и завоюет звание королевы детективов. Кристи сделает отравление самым частым методом убийства в своих книгах. Более чем в половине произведений писательницы жертвы умирают от ядов. Агата Кристи каждый раз придумывала новый изобретательный способ убийства. Токсическая аптечка писательницы насчитывала 30 смертельных химических соединений. До начала 19 века отравители действовали безнаказанно. Так, например, полиция не могла выявить следы мышьяка в теле. В 1832 году английский химик Джеймс Марш покинул в гневе зал суда после того, как очередного отравителя отпустили на свободу. Он решил создать надежный метод обнаружения мышьяка. И четыре года спустя ему это удалось. Тест Марша позволял установить применение яда. Так родилась наука токсикологии. Между учеными и преступниками началась игра в кошки-мышки. Одни убивали с помощью все новых ядов, другие изобретали все более точные методы их обнаружения. Особенно активно пользовались ядом все-таки женщины. Чаще всего отравительницы фигурировали. Чаще всего в качестве продавщиц, изготовителей, распространителей ядов были особо женского пола. Ну вот Акватофана очень знаменитый яд в Италии. Женщина по фамилии Тофана торговала им. Во второй половине 19 века открытие ученых и медиков сделали возможным выявление ядов в отравленном организме. В результате на скамье подсудимых порой оказывались отчаянные домохозяйки. Драматурги и билетристы широко использовали яды для сюжетных поворотов и развязок. У Пушкина Сальери травил Моцарта. У Лермонтова Арбенин Нину. У Бальзака Екатерина Медичи всех подряд. У Флабера Эмма Бавари глотала мышьяк. Александр Дюма щедро снабжал ядами сиятельных злодеек. Миледи в «Трех мушкетерах» или госпожу де Вильфор в «Графе Монте-Кристо». Европейцев завораживал образ отравительницы. Милой, очаровательной, которая подкладывает мужу в чай ложечку яды. Наблюдение за судебными процессами над женщинами, чья жизнь висит на волоске, приятно щекотало нервы обывателей. А писатели подсматривали сюжеты для своих романов. Именно в судебных делах Лев Толстой нашел фабулу романа «Воскресенье». Будучи заседателем в Тульском окружном суде, он смотрел эти случаи. Вот вам отравление в роман «Воскресенье» Катюша Маслова. В романе Катюша Маслова отправилась на каторгу. Ей не повезло. В действительности в судах до обвинения дело часто не доходило. Вину отравителя было трудно доказать. На рубеже 19-го и 20-го веков появилось много новых и весьма опасных лекарств и ядовитых веществ. Число полицейских расследований резко увеличилось. Газеты были переполнены сообщениями о сенсационных отравлениях. Спрос публики на захватывающие детективные истории стремительно рос. Но большая часть романов, публиковавшихся в первые десятилетия 20-го века, грешила чудовищными неточностями. Так продолжалось до тех пор, пока в тесный мирок писателей-детективов не ворвался настоящий специалист по ядам Агата Кристи. 17 июля 1917 года в усадьбе Стайлс, что в графстве Эссекс на юго-востоке Англии, произошло убийство. Ночью жильцы поместья Стайлс услышали крики и обнаружили Эмили Инглторп, умирающей от сильной дозы яда. К счастью, все это происходило в романе «Загадочное происшествие в Стайлзе Агаты Кристи». Писательница так описала симптомы отравления. От последней конвульсии тело миссис Инглторп выгналось с такой крутой дугой, что казалось, она стоит, опираясь лишь на голову и пятки. Рецензию на роман неожиданно опубликовал фармацевтический журнал. Автор рецензии, криминалист-токсиколог, отметил, роман обладает редким преимуществом. В нем все изложено грамотно. Во время Первой мировой войны Кристи пошла медсестрой-добровольцем в госпиталь Красного Креста. Именно тогда она заинтересовалась фармацевтикой. В те времена все лекарства по рецептам смешивались вручную. Очень важно соблюсти правильную дозировку. Это была сложная и ответственная работа. Все фармацевты обязательно проходили специальное обучение. Агата Кристи изучила теорию и практику химии. Она всю жизнь интересовалась ядами и непосредственно работала с ними. Поэтому отравление – это излюбленный метод у Агаты Кристи. Атмосфера викторианской усадьбы, в которых часто происходят загадочные преступления пера Агаты Кристи. А до чрезвычайности к этому подходит убийство с помощью яда. В 1917 году 26-летняя Агата Кристи заключилась с сестрой Пари, что напишет детективный роман. В своей первой книге «Загадочное происшествие в Стайлзе» она в качестве способа убийства выбрала именно яд. Кристи тщательно описывала симптомы и последствия отравления. 83 преступления в ее произведениях будут совершены с помощью ядов. При анализе произведения Агаты Кристи мы можем выявить несколько любимых авторам отравляющих веществ. Это и мышьяк, это цианид, это талий. Каждый автор всегда пишет о том, что он хорошо знает. В области смешивания смертельных ингредиентов у Агаты Кристи конкурентов не было. Но среди убийственных веществ у королевы детективов одним из фаворитов был король ядов мышьяк. В романе «Убивать легко» Агата Кристи рассказала о событиях в деревушке Вичвуд. Вот уже около года странный мор преследует местных жителей. Молодой сыщик Люк Фитцвильям уверен, это убийство с помощью мышьяка. Возможно, убийца не знал, что в 20 веке использовать этот яд рискованно, его слишком легко обнаружить. Но это прекрасно знала Агата Кристи. И только в середине 19 века химия ушла настолько вперед, что стало возможным начать выявлять какие-то токсические вещества. В течение нескольких столетий мышьяк возглавлял хит-парад ядовитых снадобий. Удивительное свойство мышьяка состоит в том, что он не имеет ни вкуса, ни запаха. Он, во-первых, дешево стоил, во-вторых, его легко было достать, в-третьих, подсыпал, ну, труп, как правило. Вот как описывает такое отравление Николай Лесков в повести леди Макбет Мценского уезда. «Поел Борис Тимофеевич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога. Вдруг схватило его под ложечкой, рвоты страшные поднялись, и к утру он умер. И как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушание с пороченным ее хранению опасным белым порошком». В 19 веке люди не только травили других, но могли отравиться случайно сами. Мышьяком часто пользовались в повседневной жизни. Яд входил в состав красителя, который применяли и для детских игрушек, и для книжных обложек, и для занавесок или обоев зеленого цвета. Возможно, именно из-за таких зеленых обоев в доме на острове Святой Елены яд попал в организм Наполеона Бонапарте. «Неизвестно, было ли воздействие этой краски на обоях специальным или случайным. Результаты анализа обоев, результаты анализов образцов волос самого Бонапарта показывают, что такое действительно могло произойти». Мышьяк включали в состав косметических средств. Он был ингредиентом в таблетках для восстановления мужской силы, кремах от прыщей и даже в дешевом пиве. «В 30-е годы можно было пойти в магазин в старой доброй Англии, купить для травли мышей мышьяк и всыпать соседу, соседке». Успехи токсикологов обрушили популярность мышьяка. Но тем не менее отравители продолжали бесчинствовать на страницах детективов. Агата Кристи отравила мышьяком 8 персонажей в 4-х романах и 4-х рассказах. «За что мы любим Агату Кристи? Большинство, по крайней мере, читателей. За то, что у нее романы, они бескровные. У Агаты Кристи ведь построено даже ведь не на том, как этот человек умирал от этого яда, а как именно происходило расследование данного преступления». Агата Кристи собирала информацию о реальных преступлениях прошлого и настоящего, совершенных при помощи различных отрав. Ее записные книжки пестрели многочисленными заметками о ядах, убийцах и жертвах. Одно из преступлений в далекой России особенно заинтересовало Кристи. Жертва была отравлена смертоносным цианистым калием и даже не почувствовала этого. В ночь на 17 декабря 1916 года молодой князь Феликс Юсупов заманил в свой дворец печально известного старца Григория Распутина. Заговорщики намеревались отравить его и накормили пирожными обильно сдобренными цианидами. Яд не подействовал. Неудавшим соотравителям пришлось добивать жертву топором и стрелять из револьвера, после чего сбросили тело в реку. Агату Кристи интересовало, что произошло. Почему цианид оказался бессилен? Токсикологи выдвигали несколько предположений. Во-первых, пирожные находились на открытом воздухе, а значит, цианиды провзаимодействовали и с водяными парами, и с углекислым газом воздуха. Во-вторых, пирожные сладкие, а глюкоза образует с цианидами менее вредные гликозиды. На самом деле, Распутин получил дозу гликозидов и соды. В начале 20 века цианистый калий был очень популярен у злоумышленников и авторов детективных романов из-за его быстрого действия. Кристаллы белого цвета полностью растворяются в воде и приводят к мгновенной смерти. Агата Кристи считала этот яд весьма эффективным и нередко умерщвляла с его помощью у своих персонажей. Злоумышленники использовали различные вещества, но, как правило, это то, что можно было получить в широком доступе. Кстати, и цианистый калий тоже продавался в аптеках. Хотя и по учету, но его можно было купить. Мистер Роджерс, вы ищете цианистый калий? Да. Я только что вспомнил, у меня есть немного в буфетной. Что? Я его приобрел прошлым летом, чтобы извести ос, и с тех пор он там и лежит. Хотите посмотреть? Агата Кристи использовала цианиды в десяти романах и четырех рассказах. Этим ядом было отравлено 18 персонажей. Убийцы применяли цианид весьма изобретательно. Делали инъекции, добавляли в напитки, в нюхательную соль и даже в сигареты. Смертельная доза цианида для человека составляет полтора миллиграмма на килограмм веса тела. Смерть в этом случае наступает в течение достаточно небольшого промежутка времени. От одного-двух минут при достаточно высокой дозе этих веществ до 20-30 минут, если доза этих веществ ниже. Цианид встречается в косточках миндаля, яблок, абрикосов и персиков. О боже! Убийство всегда можно было списать на несчастный бытовой случай. Опасным считается одновременное потребление для взрослого человека 30-40 косточек таких плодов. Если мы говорим о тех косточках персиков и абрикосов, которые продаются в магазинах, уже подготовленные, они подвергаются термообработке и, соответственно, уже не являются столь опасными. Уже к 30-м годам 20-го века цианистой калий постигла участь мышьяка. Убийцы избегали им пользоваться. Яд быстро выдавал запах горького миндаля, да исключенное в конвульсиях тело, хоть сейчас помещая учебник, как пример насильственной смерти. Отравители стали искать более изощренные зелья и обратили внимание на растительные яды. Но Агата Кристи оказалась изобретательнее самых хитроумных преступников. Арсенал ее отрав был фактически неисчерпаем. Аптечка полна смертельных лекарств, а огород – ядовитых растений. Желтый жасмин, наперстянка, белодонна и болиголов свободно и абсолютно легально росли в садах по всей Великобритании. Именно поэтому в историях Агаты Кристи под подозрением мог оказаться каждый. На первый взгляд белодонна кажется достаточно невинным растением. Раньше оно активно использовалось и в косметологии, и как лекарственное вещество. Ядовито все растения, особенно ядовитые его плоды, единовременное применение десяти таких плодов приводит к стопроцентному смертельному исходу. В трех рассказах Агаты Кристи белодонну использовали для убийства. В начале 30-х, когда она сочиняла свои истории, этот яд еще не могли точно распознавать. Хроматография была во младенчестве. Она стала эффективной только после Второй мировой войны, а к началу 21 века токсикология без труда определяла большинство растительных ядов в тканях трупа. Можно найти всю таблицу Менделеева. Желательно только знать основные морфологические проявления, то есть те признаки смерти, позволяющие говорить, что это было отравление мышьяком, цианидом, талием или какими-то бледными поганками. Болиголов с древних времен был синонимом яда и колдовства. Древние греки называли его цикутой. Именно Болиголов убил Сократа и, возможно, Александра Македонского. Шекспир сделал это растение ингредиентом в котле «Ведьм» в Макбете. Агата Кристи использовала Болиголов, чтобы виртуозно выстроить роман «Пять поросят». Она нашла достойное применение и ядовитому декоративному ягодному тису. В романе «Карман полный ржи» Агата Кристи отправляет промышленного магната на тот свет с помощью мармелада из тисовых ягод. Яд определенно был в мармеладе. Спросите кухарку, и она скажет, что кроме хозяина никто в семье его не ел. Фротаскию любил повторять, что мармелад был мечтой его детства. Агата Кристи с эффектом использовала необычные и неожиданные яды. В 1929 году в рассказе «Дом, где живет смерть» она первой ввела в арсенал литературных отравителей чрезвычайно токсичный яд рицы. Это вещество белковой природы. Длительное время оно находилось на вооружении спецслужб. Знаменитым это вещество сделала Агата Кристи, включив его в арсенал убийцы в своем произведении «Дом, где живет смерть». Со времен античности до Агаты Кристи рицын никогда не использовался как орудие убийства. Благодаря писательнице токсикологи обратили внимание на этот растительный яд. В конце 20-х, начале 30-х годов распознать рицын было невозможно, потому что современное состояние токсикологии не позволяло это сделать. Только намного позже, в 1978 году, диагностика таких отравлений стала возможной. Традиционные яды романов Агаты Кристи «Мышьяк» и «Цианистый калий» давно ушли в мир легенд. А траву сегодня не купишь в аптеках или хозяйственных магазинах. Если сегодня кто-то, вдохновленный детективами Агаты Кристи или Конан Дойля, задумает написать свою историю убийства, он столкнется с тем, что по большей части вещества легко выявляются при помощи химического анализа. Токсикологи научились выявлять все новые и новые токсины. Достаточно любых самых микроскопических следов химического соединения, чтобы отрава была обнаружена. Ядов, которые нельзя отследить, почти не осталось. Вы знаете, недавно у меня возникла острая необходимость героя именно отравить. Я попытался подходящий яд найти. Но в реальной жизни это до чрезвычайности сложно. Агата Кристи, возможно, единственный детективщик, повлиявший на развитие науки о ядах. Известно несколько случаев, когда токсикологи и патологоанатомы раскрывали реальные дела об отравлении благодаря чтению книг королевы детективов. В 1977 году в СССР был пойман массовый убийца-отравитель Дмитрий Фарафонов. Два года он действовал безнаказанно. Медики ставили жертвам неправильные первичные диагнозы. И только следователь Владимир Ямпольский понял, что отравляющее вещество – талий. Он прочитал практически все изданные на русском языке книги королевы детективов, в том числе перевод 1965 года повести «Вилла. Белый конь». Главный герой Марк Истербург так рассказывает о ядовитом металле. Я читал однажды статью о талиевом отравлении. Массовое отравление рабочих на каком-то заводе. Люди умирали один за другим. И врачи устанавливали, я помню, самые разные причины. И паратив, и апоплексические удары, паралич, эпилепсия, желудочные заболевания, что угодно. Но есть симптом, общий для всех случаев. Выпадают волосы. Отравление талием всегда считалось именно редким случаем в экспертной практике. Агата Кристи, наверное, первый из авторов, который именно указал на возможность отравления талием как таковым отравляющим веществом. Хотя достать талии достаточно проблематично. Агата Кристи в 1977 году, через год после смерти, спасла жизнь 19-месячной девочки. Она умирала от какой-то изнурительной болезни, которую никто не мог определить. К счастью, одна из медсестер, любительница детективов, как раз читала повесть Агаты Кристи «Вилла белый конь». Когда у девочки стали выпадать волосы, медсестра поняла, что симптомы ее болезни совпадают с описанными в повести. Больница направила анализы в судебную лабораторию Скотланд-Ярда. Там подтвердили предположение медсестры. В организме девочки был талий. Источником яда являлся инсектицид, который ее родители использовали для уничтожения тараканов и крыс. Девочку вылечили и отправили домой. Токсикологи описали симптомы, диагноз и лечение этого случая в медицинском журнале British Journal of Hospital Medicine. В конце доклада авторы выразили восхищение и признательность покойной Агате Кристи за ее превосходные проницательные клинические описания действия ядов. Субтитры создавал DimaTorzok